Рубрика вопрос-ответ программы GIMP. В этом видео мы с вами рассмотрим специальный режим смешивания, который у нас доступен только группам слоев. То есть можно применить к обычной группе. Дело в том, что этот режим смешивания достаточно важный. У меня сейчас в стопке слоев присутствует одна группа, и в ней объединены два изображения, которые смешаны. Режим экран и режим рассеянный свет. При этом, если мы посмотрим внимательно, сама группа находится в режиме смешивания нормальный. Если я сейчас с режима смешивания нормальный переключу на пропуск, то вот эти все наши слои будут смешиваться с нижележащим слоем, который у меня сейчас представлен, грибами. И мы увидим единое общее изображение, скомпонованное в результате всех этих режимов смешивания. Я выделяю группу и переключаюсь на пропуск. И мы в результате получаем вот такое интересное изображение. За счет вот этого специального режима пропуск игнорируется проекция группы. Иногда, когда мы работаем с нашей группой в режиме нормальный, к группе нужно относиться как к некому изображению внутри нашей стопки слоев. Представьте себе на секунду, что это некое изображение, например, состоящее из слоев. А когда мы применяем пропуск, то у нас происходит игнорирование общей проекции наших вот этой группы на нижележащие слои. И наши слои смешиваются с нижележащими, как будто данной группы вообще нет. Но группа при этом существует. И играет роль только организатора. То есть она просто объединила и все. Но при этом сама она не участвует в режимах смешивания. В этом и заключается особенность данного специального режима пропуск. Ну а теперь давайте как раз чуть-чуть более подробно с этим познакомимся. На примере вот этих обычных изображений. А перед тем, как мы рассмотрим наш пропуск, давайте посмотрим на еще одну вещь. Это тоже один из вопросов. Дело в том, что если мы с вами зажимаем клавишу Shift и щелкаем по глазику, ну например, давайте по нижнему слою, то в результате этих действий мы с вами оставим видимым только один наш слой, по которому мы с вами щелкнули. Если мы еще раз зажатым Shift щелкаем по этому же глазику, то мы отобразим все наши слои. То есть используя клавишу Shift и щелкая по глазику, мы отображаем или скрываем только один из слоев нашей стопки или, соответственно, группы, если здесь была бы группа. Просто это учитывайте. Так же работает и внутри группы. Если же мы с вами с клавишей Shift щелкаем по самому слою, то мы с вами будем добавлять маску. Зажали Shift, навелись и щелкнули по слою, и у нас будет автоматически добавлена маска слоя. Просто это учитывайте. Правой кнопкой удалить маску слоя. На всякий случай. Это то, что касается клавиши Shift. Ну а теперь как раз давайте рассмотрим наш пропуск. А теперь как раз давайте посмотрим на вот этот специальный режим, пропуск. Он же проходная группа. Как же нам создать эту проходную группу и какую роль она вообще может играть? Так как у нее есть тоже свои особенности. Просто это учитывайте. Смотрите, давайте сначала еще раз повнимательнее посмотрим на мое вот это изображение, так как это достаточно важно. У меня сейчас мой проект состоит из трех слоев, трех изображений. Если вы повнимательнее посмотрите, верхнее изображение – это обычные капли с эффектом боке. И этот слой у нас находится в режиме рассеянный свет. Ниже у нас находится слой в режиме смешивания экран. Это дым на черном фоне. В режиме смешивания экран черный у нас является нейтральным. Если мы смешиваем его с нижележащим слоем, то черный становится у нас прозрачным. А вот нижний слой – это обычные грибы, которые у меня находятся в обычном нормальном режиме смешивания. И в результате, когда мы все это вместе компонуем, мы получаем вот такое интересное составное изображение. При этом мы можем легко управлять непрозрачностью наших режимов смешивания и, соответственно, получать разную картинку, тем самым ослабевая или усиливая эффект. А вот теперь самое важное. Запомните это изображение, как оно сейчас выглядит. И нам с вами нужно добавить группу. Группа также еще иногда называется папка слоев. Вот эта наша папка, она сейчас будет в некотором смысле хранить внутри себя два наших верхних слоя. Давайте как раз создадим группу слоев. Щелкаем правой кнопкой и находим пункт «Создать группу слоев». Или щелкаем вот по этому значку папки «Создать новую группу». Перемещаем внутрь группы вот эти наши слои. Два верхних. И смотрите, что мы с вами получили. Мы с вами переместили два наших слоя, которые находятся в режиме смешивания, рассеянный свет и экран. И получили так называемую проекции группы. И эта проекция группы, она состоит только из двух этих слоев. Это дым и вот эти наши капли. И при этом мы с вами не учитываем наше нижнее изображение, наш нижний слой. Давайте для лучшего восприятия поставим цветовую метку, красную, чтобы вы видели, что вот эти наши слои являются частью группы. При этом посмотрите внимательно, что будет происходить с группой, если мы с вами будем менять ее непрозрачность. И как это будет оказывать влияние на наше изображение. А теперь мы сделаем очень важное. Мы сейчас эту группу слоев превратим в проходную группу. Применим к группе режим пропуск. Выделяем группу, переходим в наш список режимов и находим самый верхний пропуск. И посмотрите, что мы с вами получили. Мы с вами получили первоначальное наше изображение, как будто данной группы нет. То есть у нас игнорируется в некотором смысле эта проекция. Но группа осталась группой. И при этом мы можем с вами менять непрозрачность этой группы. Хотя смешиваются они точно так же, как будто этой группы нет. Но меняя непрозрачность, мы можем изменять действие наших эффектов режимов смешивания. Давайте у нашей группы поменяем непрозрачность. И посмотрите, как изменяется наше изображение. Это будет лучше видно, если мы поприменяем данную проходную группу немножко с другим режимом смешивания, который носит название «Ластик». И вы сейчас сразу все поймете. Давайте здесь восстановим на 100%. Давайте небольшой сделаем вывод. Когда мы с вами применяем именно режим смешивания пропуск, мы с вами создаем проходную группу. И наши слои, которые находятся внутри группы, смешиваются с нижележащими слоями, которые находятся вне этой группы. Точно так же, как будто группы нет. Но группа все равно организует наши слои и хранит внутри себя наши слои. А вот теперь давайте в заключающей конце части нашего видео посмотрим на очень важную вещь, связанную как раз с нашим пропуском, с нашей проходной группой, когда мы применяем, например, «Ластик». Вы сразу заметите особый нюанс, который здесь связан с этим пропуском. А сейчас давайте посмотрим, как иногда нам может пригодиться создание групп, когда мы работаем с режимами смешивания, например, с режимом смешивания под названием «Ластик». А также, как меняется поведение и визуальное отображение нашего изображения, когда мы у нашей проходной группы под действием вот этого пропуска меняем непрозрачность. Что нам для этого понадобится? Давайте создадим копию нашего изображения. Перейдем в изображение «Создать копию». Здесь мы, наверное, оставим только два слоя. Верхнюю группу удалим. У верхнего слоя поменяем режим смешивания на нормальный, чтобы у нас два слоя были в нормальном режиме. Создадим чистый прозрачный слой. Перейдем в него. Здесь создаем прямоугольное выделение. Оно нам сейчас будет нужно. И заливаем его белым. Перетаскиваем белый вот на этот прямоугольник. Снимаем выделение. И давайте просто посмотрим. Мы создали с вами слой, на котором есть прямоугольная область, окруженная прозрачностью. И мы как раз здесь сейчас это все видим. Теперь сделаем следующее. Мы сейчас у нашего верхнего слоя выставим режим смешивания «Ластик». «Ластик». Благодаря этому режиму мы нашим содержимым, видимым, вырезаем в нашем нижнем изображении отверстие. И видим с вами наши шашечки. Это говорит о том, что эта область прозрачна. Но если вы посмотрите вниз, у нас-то здесь находятся грибы, и мы грибов наших не видим. Для того, чтобы увидеть, нам необходимо наших верхних два слоя, например, свести или создать слой из видимого. Ну, решайте сами. Если, например, эти слои не нужны, мы их сводим. Ну, давайте как раз в этот раз просто сведем. Объединить с предыдущим. И мы как раз увидим тот результат, который, например, нам нужен будет. Но это бывает не всегда нужно и не всегда полезно. А если нам сейчас воспользоваться с вами просто обычной группой, а мы знаем, что у групп есть своя проекция. Помните, я говорил, группа – это как небольшое изображение внутри наших слоев. Со своими, можно сказать, слоями. Можно так назвать. И со своими еще группами, так как внутри группы могут храниться и другие группы. Просто это учитывайте. Это целая древовидная структура. Но усложнять при работе с изображениями не стоит. Тоже это учитывайте. Создадим нашу группу. Щелкнем по папочке. И просто перетащим вот эти два наши слоя. Ластик и нормальный. И мы получим тот же результат. Давайте меточку поставим. Как если бы мы с вами объединили слои или создали из видимого. Удобно? Удобно. То есть в некотором смысле наши группы могут сами по себе пригодиться для компоновки нашего изображения. А теперь самое интересное. Давайте-ка мы сделаем вот что. Мы у нашей группы поменяем непрозрачность. У нашей проекции группы мы меняем непрозрачность и выставим где-то около 50. Просто посмотрите внимательно сейчас на изображение. Это достаточно важно. Мы сейчас с вами сделаем вот что. Мы у нашей группы с 50% непрозрачностью меняем режим с нормального на пропуск. И посмотрите, что произойдет с нашим изображением и как все изменится. Меняя на пропуск, мы делаем так, что наши слои смешиваются фактически минуя группы. Но это не совсем одно и то же, когда мы с вами изменили непрозрачность. Если бы мы с вами не меняли непрозрачность, то да. А вот если мы изменили, то теперь мы с вами, когда меняем непрозрачность нашей группы в режиме пропуск, управляем силой воздействия режима смешивания наших вот этих слоев. При этом каждый внутренний слой здесь тоже имеет свою непрозрачность. Внутри группы тоже это учитывайте. Вот такие есть интересные нюансы и особенности, когда мы меняем непрозрачность у групп, когда они находятся под действием пропуска или в режиме нормальный. Просто про это не забывайте. Здесь тоже есть свои нюансы. Вот такая есть интересная особенность, связанная с этим режимом пропуск. Просто это учитывайте. Надеюсь, данное видео было полезно. А на сегодня все.